эй я не виноват арестую того кто сидел за клавиатурой приветствую всех с вами холдым и да мы продолжаем проходить игру кит на петкерл похищенная девушка продолжаем наше злоключение с алисой мне прям не знаю прям приятное ощущение теперь каждый раз когда я в игру захожу прям при привкус ностальгии тепленькой а если мы в эту игру вернулись и в этот раз мы ее добьем и быстренько говорю рекомендую подпишитесь на канал и колокольчик нажмите так вы новых видео узнаете ассо в сообществе будете узнавать какие новые посты и голосования там проходит вот и меня будет приятно это меня мотивирует продолжать поддерживать такой максимально быстрый выпуск видеороликов и и улучшать и улучшать качество видеороликов для вас ну и не забывай и прошу вас максимально поддержать этот видеоролик так как за авторскую музыку мне очень хорошенько будет прилетать от ютуба и так хотя бы таким вот вашим активом все эти ограничения так сильно прям не будут бить по дему ну хотя бы вы сможете нивелировать те те ограничения которые мне будет давать ютубы и правообладатели а то эти в серии просто никто нафиг видеть не будет ну а теперь берет что ты имеешь ввиду неважно скорее большее значение имеет происхождение твоих побоев а какая тебе до этого а какое тебе до этого дела учитывая то что ты меня спаил снотворным хорошего умысла у тебя не было я только вздохнул ощущение будто она видит меня насквозь боже только не говори мне что ты я вздохнул еще глубже и покачал головой уже нет похоже что я нигде не смогу чувствовать себя безопасно а я ведь всегда думала что любое место кроме моего места проживания намного лучше но похоже что я ошибалась а я ведь думала что ты не начитанный умный парень которого только хорошие на уме но видимо жизнь всегда переподносит ужасные сюрпризы значит ты хотел поиздеваться надо мной раздеть поиграться с телом и снять это все на видео она окинула взглядом комнату и где твоя скрытая камера много уже фото успел сделать не понимаю о чем не понимаю о чем ты поркнул я странно что я и правда не задумался о том чтобы снимать процесс пыток на камеру мое тогда мною тогда двигали эмоции которые переполняли меня после просмотров этих специфических кинофильмов и чтение книг но видимо эмоции реальность не сочетаются со мной вместе у меня и так целая куча проблем не хватало чтобы ты еще опозорил но не опозорил меня в школе я не собираюсь не я не собирался ничего снимать я вообще не собирался тебя насиловать или что-то в этом роде а что ты тогда собирался делать что поиграться со мной в машинке пособирать пазлы или ты еще пока не придумал чтобы такого солгать не думаю что это девушка стоят этой девушке стоит сейчас солгать какая разница что я и скажу правду ничего особо не изменится жаловаться она не станет точно никто и не поверит да и я к счастью ничего не успел ей сделать а побои не я сделал вряд ли она вспыхнет их на меня я просто хотел похитить тебя и держать здесь в этом доме зачем их скажем так у меня с психики не все в порядке помнишь я тебе сегодня рассказывал о лезвии главный герой сериала 5 помню помню серийный убийца которому нравится долго мучить свои жертвы нанося ему неглубокие порезы и что ну вот я хотел попробовать себя в его роли а в качестве жертвы выбрал тебя ну ты даешь такое выдумывать глупый ты клейв кстати говоря правильно произношу клайв блин они клейв таба клайв 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 надо уже привыкнуть да уж а это думал что она видит меня насквозь при этом сразу верить моей правде не хочется я перевел взгляд на кучу тряпья в тазе для стирки жалко только что ты это не выдумал она что серьезно я уже давно научилась читать правду или ложь по эмоциям на лице человека я вижу что ты говоришь правду не ожидала что у тебя действительно есть подобного рода желания мне наверное трудно понять что может быть прекрасного в том чтобы издеваться это такой извращенный способ способ самоутвердиться какая разница ну и почему ты тогда не связал меня почему не воплощаешь свои в свой план жизнь что тебе мешает ведь ярый жертва подходящая особо привыкать не придется к боли на глазах девушки снова проступили слезы лицо по-прежнему выражала выражалась злость и непонимание я же сказал хотел попробовать но понял что мы мне этого не хотя хотелось лишь моей голове а по-настоящему не хочется уже ничего не хочется ничего ничего я сполз с кровати и закрыл свое лицо руками клайв можешь уходить я тебя не держу клайв подожди я ведь не держу тебя и не собираюсь трогать тебя свободно что с тобой тебе плохо голова болит голова болит я у меня есть таблетки алиса сосредоточена что-то искала в своей маленькой сумочке пока наконец не выводила оттуда упаковку на на капсул с весьма очевидным названием не болит и протянула мне вот выпей одну у них мгновенное воздействие на нервную систему и сразу станет лучше даже не знаю почему я под потянулся с этими таблетками все же я наверное притворялся что мне чувство что не чувствую более более в голове я прокинул маленькую капсулу в рот проглотил лучше как иронично что ты пытаешься беспокоиться о том кто собирался сотворить с тобой ужасные вещи но уж извини что я беспокоюсь и тебе могу и вовсе молчать эмоциям он эманации боли которые собирались усиливаться в моей голове стали потихоньку отступать но вместе с этим я начал чувствовать небольшую жажду я с трудом поднялся с пола и покосился на дверь пить хочется даже еле на ногах держишься и чем-то болеешь или что почему ты не запишешься на прием к врачу не надо никаких врачей все пройдет я подошел к двери минуя удивленную алису и кротко бросил ей пару слов повторяю я тебя не держу можешь идти сейчас мне хотелось только стакан прохладной воды и и немного умыться спиной я чувствовал что эта девушка вклад шла за мной по пятам дойдя до крана я наполнил прозрачный стакан водой выпил его в три глотка немного плеснул холодной воды на лицо и повернулся к алисе почему почему ты не уходишь если бы мне похоже она что-то хотела мне сказать но перервалась и закрыла свои глаза словно думая стоит ли вообще что-то говорить да конечно сейчас уйду проводишь меня я неопределенно пожал плечами не вижу никаких сложностей выход в коридор слева дверь большая жмешь кнопку и выходишь ладно ладно поняла она взмахнула своей прической отправилась вон из кухни я же по-прежнему стояла возле раковин словно истука кап-кап похоже что я не до конца закрыл кларо мерзкий звук и вода мерзкая и все мерзкая кап-кап кап-кап точно так же капала моя кровь это кап-кап 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 кап-кап-кап прочь 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 хей с тобой явно же не все в порядке ты меня слышишь я с трудом отошел от раковины уставился на нее как на какой-то призрак ты еще не ушла как видишь видимо ты пошутить решил что ты имеешь ввиду боже как будто ты сам не знаешь я выйти не могу чего я же сказал жмешь кнопку и кончай этот цирк если хочешь чтобы я ушла валяй но для этого сначала открою чертову входную дверь я опишу квартиры подобные это уже давно у нас считаются самым что ни на есть заурядный каждый знает как пользоваться консоли управления дверьми и любой гость может выйти отсюда нужно всего лишь нажать на кнопку выхода на консоли ничего не понимаю ну пойдем посмотрим ну и что сложного вон дверь он консоль ну так открывай я по привычке нажал на консоли кнопку открытия ничего не произошло я нажал снова ничего даже звука нажатия с коротким бип какого хрена но у нажатия тишина это уже совсем не смешно тык снова тык ну же блять работой тык ни хрена не понимаю консоль запитана к энергосети и даже если внезапно энергосеть вырубится у нее есть аварийный блок и даже если аварийный блок накроется снимаются блокировка с двери я протянул руку к дверной ручки она не поддавалась что за бред алиса это ты что-то сделала с дверью делать мне больше нечего сам меня отсюда выпроваживать начал по тебе не скажу что ты больно к себе домой рвешься да какая тебе разница если ты меня все равно если ты мне все равно сказал уходить глупо конечно обвинять ее она никоим образом не могла что-то сделать с дверью с дверью я почесал затылок и в недоумении отошел от двери ладно сейчас наберу эдварда привычки достал свой гаджет и быстро свайпнул пальцем на проекции контактов по номеру дяди алиса тоже достала свой старенький смартфон который последний раз я видел несколько лет назад похоже даже этот старый ей достался едва ли легко странно что такое что такое да как бы сказать сеть не работает я похво я спохватился повернув голову на экран своего гаджета повернув голову на экран своего гаджета красное сообщение гласила ошибка коммуникации неполадки с сетью попробуйте позже да вы издеваетесь сначала дверь теперь вот это что черт возьми происходит но мне что что делать и правда что если ей еще больше достанется если она придет домой поздно а тебе сильно достанется если ты вернешься домой поздно им все равно хотя очень точно будет скучать по возможности в очередной раз попытаться проникнуть в мою комнату и поиграть со мной у него нич у него примерно те же вкусы что и у тебя чего отчим а как же твой отец отец у меня нет отца и матери тоже я сирота извини я не знаю что мои настоящие кто мои настоящие родители с трех лет я жила с приемной матерью которая взяла меня ради пособия она никогда не любила меня она лишь рассматривала меня как средство заработка меняла мужчин как перчатки пока не наткнулась на какого-то урода мачеха всегда мной недовольны сначала это были просто оплеухи и подзатыльники но потом к этому стал присоединяться ее ухажер возомнил себе отчимом поначалу он просто дергал меня за волосы потом перешел более продвинутым наказанием прижимал мне соски шлепал по заднице потом стал прятаться или вовсе отбирать одежду вместе с нижним бельем пока я была в ванной я начал понемногу мрачнеть не могу сказать что мне хотелось пожалеть ее скорее у меня вызвало отвращение этот человек он насиловал тебя? пока нет возможно боится что я могу пожаловаться в органы опеки но он отчасто пробирается в комнату и бьет меня по животу по груди по ногам долго и больно он говорил что это плата за то что он терпит истерики моей мамаши время от времени поверить не могу ты же здесь ни при чем как долго это продолжается уже полгода он периодически сбивает меня когда у меня а когда у него нет настроения а настроения у него нет практически всегда как-то раз я умоляла его бить меня послабее мой живот и так болел от месячных но он словно понял это и бил сильнее и если я буду часто запираться он сделает так чтобы я оставалась без еды весь день алиса замолчала я же стоял и посмотрел на нее не зная что ответить а я же смотрел на нее не зная что ответить ладно в любом случае это не так уж и важно ты ведь здесь живешь не один и я не могу здесь оставаться я понимаю она посмотрела на меня с недоумением хотя в ее глазах я видел нечто вроде проблеска надежды но хоть я и мог ее спрятать все же я не знал как мне поступить поэтому так или иначе придется тебе подзадержаться дядя Эс обычно задерживается допоздна не могу сказать что меня это огорчает что тогда будем делать я пожал плечами пойдем посидим в моей комнате пойдем она так счастлива подожди ай не люблю я конечно подобные вот эти вот я не знаю можно ли не знаю как свайпнуть вот этот экранчик а спрятки а да 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 можно слава тебе господи во скриншотик конечно он очевидный но блин других скриншотов для для превьюшек у меня пока что нету а делать какие-то наплевательские потом уже буду думать может придумаю что-то поинтереснее просторная у тебя комната блин приятно так все выглядит обожаю эту не знаю обожаю подобный вот стиль киберпанка можно так сказать я с удовольствием посмотрел на нее с удивлением посмотрел на нее комната как комната у многих такие моя-то комната едва ли дотягивает до половины твоей ну да уж удивлен что у нее вообще есть своя комната алиса тем временем осматривала мое жилище стопки книг и диски с сериалами фильмами и играми на интересующие меня тематику все это было довольно яркими вещами и удивительно что это все ей было интересно осматривать у тебя здесь довольно уютно я хмыкну довольно странный комплимент не находишь зато здесь не ждешь того монстра который начнет добиваться толпиться в твою дверь я лишь вздохнул неужели я в ее глазах не являюсь таким же монстром а разве а я разве на него не похож ну из тебя маньяк не очень-то получился может я и дура но от тебя получить боль мне наверное не будет страшно что несет это поехавшее пытаясь как-то отвлечься я пультом активировал запуск своей лошадки компьютера рассчитывая что хоть там будет работать интернет что ты собираешься делать играть что-то смотреть я лишь лениво отмахнулся я хочу проверить интернет может хоть там он и есть а мало ли разбира я мало разбираюсь в технике но она указала пальцем на дальний угол комнаты где висел нитлинк модерн нему не нужно быть гением чтобы понять что его мигающая красная кнопка свидетельствовала об отсутствии да машу швашу что еще за выражение что еще за выражение такое мой чудак очень смешно огрызнулся я но вообще все это слишком странно я решил подойти к окну чтобы подышать свежим воздухом по крайней мере окно открывается по старинке просто поверни ручку и все что-то я совсем слабак стал я же вроде хоть и спортом не особо занимаюсь но уж с окном точно проблем не было какого черта что случилось не могу окно окно открыть не поддается это уже ни в какие ворота что блять здесь происходит какого черта не открывается нет я что сплю почему алиса помоги мне алиса кивнула попыталась дернуть ручку окна она не открылась откройся черт подери не могу она словно приклеена нет 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 это не может быть правдой это какая-то дурацкая шутка наверное эдвард решил подшутить да точно может это у тебя в комнате окно зак заклинило я кивнул так как не хотел с ней спорить так может попробуем в других комнатах я с ней согласился мы решили попробовать пооткрывать окна в других местах сейчас дышать свежим воздухом мне не хотелось мне просто хотелось убедиться что это не сон и не чья то шутка мы пришли на кухню и попытались открыть окно там ну уже подавайся не получилось у меня почему то опускались руки это шутка дурацкая шутка это же дурацкая чья то шутка да клайв пойдем еще посмотрим я лишь кивнул ноги начали подкашивать а лишь прибли приблизилась и подхватила меня за плечи я вздрогнул это уже не нормально это противоречит логике не думай об этом пойдем еще посмотрим и мы пошли сначала в одну комнату не получилось в другой комнате тоже сам и в это и в спальне это в коридоре тоже окно нет не поддавалось это и правда странно или или твоя шутка продолжается я тяжело вздохнул ну да конечно еще скажи что я связь врубил извини я просто тоже не в недоумении я лишь хмыкнул повернув голову к часам время 20-21 эдвард должен прийти через два часа а то и позже похоже что до этого момента нам придется сидеть в моей комнате и ждать его поэтому нам ничего не оставалось как вернуться в мою комнату ну что ж ну а ждать уже прихода эдом будем уже в следующей части да видеоролики теперь такие коротенькие я говорил будем теперь придерживаться такого транспорядка надеюсь вам понравилось мне честно говоря интересно хочется играть и играть не знаю мне снова эта игра зацепила но главное мы ее уже допройдем уже потихоньку движемся вперед ну не знаю сможем ли мы хорошенько продвинуться обычно я записывал видеоролики по ней по часу а мы сейчас только максимум где-то час пробежали за те выпуски ну да ладно за те выпуски которые я записал ну надеюсь вам понравилось ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии активничайте как можно больше чтобы поддержать этот видеоролик чтобы последствия от постоянных авторских прав которые мне будут лететь на эти выпуски хотя бы хоть как-то нивелировались и хоть кто-то эти видеоролики увидел заглядьте в описании там будет ссылочка на мой дискорд сервер точнее берите и заходите на мою вкладку с описанием канала там есть ссылка на дискорд сервер которая должна работать исправно буду рад вас там видеть и не забывайте нажать на кнопочку подписаться на колокольчик так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую но крепкую семью и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся